Здарова всем! Делаю это видео с целью ответа на вопрос, а нужно ли? А в целом сразу отвечу, нет, не нужно. Сейчас объясню почему. Вещь эта стоит на Алиэкспрессе чуть больше 1000 рублей. Покупал я её чисто из-за своих личных предпочтений, ну, потому что светится. Да и самому было интересно, как эта вещь в принципе устроена и почему она всё-таки светится. Вообще тут на самом деле нет ничего мудрёного. Весь коврик состоит из двуслойного полотна, который состоит из резины на нижнем слое и микрофибры наверх. Кстати, именно поэтому он достаточно приятный на ощупь и такой эффект тепла, так сказать, есть, когда руки на него кладёшь. Так вот, именно к этому слою по бокам просто пришили световую трубку. Она, кстати, очень похожа на эти трубочки, которые гнёшь и они светиться начинают. Ну, вы понимаете, о чём я. В самом пульте стоит тупо два светодиода, которые направлены в разные стороны в эти трубки. От того свечение и происходит. Изначально я вообще думал, что вся эта подсветка работает от светодиодной ленты. Сам по себе коврик очень приятный на ощупь, мышь на нём ездит ровно, рука не потеет, идеально подойдёт для тёмных столов и хорошо выделяет рабочую область в целом. Также, прошу заметить, USB-шник на конце отсоединяется. Это очень важно, это очень удобно. За это им спасибо, молодцы. Ну, вообще, кому интересно слушать про плюсы, давайте сразу перейдём к минусам. Тут больше не о чём рассказывать, в принципе. Первый и самый главный минус это то, что ты не сможешь часто кушать за рабочим столом. Почему? Да потому что тебе нельзя будет ставить что-либо на крае этого коврика. Ну и помните, я вам говорил, что они похожи на световые палочки? Все же знают, что они светиться начинают, когда их сгибаешь или давишь. Там ещё бывают трещины такие остаются, если посмотреть повнимательнее. Так вот тут то же самое. При любом механическом воздействии трубка начинает светиться сильнее. И если попробовать согнуть, то могут потом остаться трещины, что приведёт к неоднородности света. Кстати, о свете. Днём нет никакого смысла включать, ибо свет очень тусклый. Видно только ночью, и то не очень-то и ярко. Ещё время от времени вам придётся его пылесосить, потому что, если производитель не соврал, и это действительно микрофибра, то она будет собирать всю пыль в себя. Ну а так, из минусов осталось только то, что тут невозможно реальное RGB. В том плане, что там вот у тебя с одной стороны коврика будет, допустим, синий цвет, а с другой стороны красный, например. Такого здесь невозможно, ввиду его конструкции, в принципе. Ну это в целом как бы мелочь. В общем, коврик я такой рекомендую только тем, кто хочет немного себя поваловать, и рекомендую не брать чёрный цвет, ибо видно любую пыль и волосы. Ну на этом всё, всем спасибо, я почапал.